Всем привет! С вами канал Артмания. Сегодня у нас воскресенье. Мы с вами сейчас снова идем гулять. Снимаю на таком столе. Как вы помните, у нас ремонт. Вот оно вот так все это выглядит. Белые стены шикарные. Такие прям... Ням-ням, хотела сказать. Ну и, конечно же, сегодня, сейчас я решила отнести свою следующую партию книг, которые я отдаю и решила вам показать. Это у нас магия и красота. Книжечки хорошие. Да, я очень сильно люблю магию разную. Именно магию, знаете, использую, допустим, «Заболел зуб», чтобы не пить лекарства. Раз там прочел, ну там, как их там называют, господи. Текст, как я забыла, как называют. Давно уже не смотрела, не заглядывала в книгу свою. Прочел, и все, зуб перестал болеть. Ну, чтобы вот не пить лекарства, вот это вот все. То есть, ну, чисто вот таким вот способом, вариантом. Вот. Ну и здесь, конечно, тоже вот у меня много довольно книг. Я покупала когда-то, интересовалась. Но для себя потом я четко решила, что лучше всего покупать книгу именно проверенных людей. не просто там вот непонятно, кто она, что она пишет, какая-то там ясновидящая Анастасия. Кто это она там? Неизвестно, короче. И просто держать вот так вот много книг по каким-то вот разным темам, ну, как-то не знаю. А вот тут оберег из овчинки. А, ну, вот, кстати, я оставила одну книгу с этим, с оберегами. Оберег. Тут, наверное, тоже я, может, ее оставлю. Надо сейчас посмотреть. Вот. То есть, вот такие вот книжечки. Их я тоже хочу отнести. Кладоство на кошелек. Ой, лучше не читать их, правда. Тоже надо посмотреть. Ладно. Код вашей удачи. Ой, не-не-не-не. Все, хватит смотреть не буду. Короче, вот такие вот книжечки. Сейчас я их понесу. Отнесу. Отнесем вместе с вами в это же место. Я думаю, что кому-то они понадобятся. Кому-нибудь они точно, 100% нужны. Может быть, какая-то есть девушка, которая интересуется, собирает их. Или, может быть, возьмет кто-то их почитать. Вот. Продавать, но это долго все очень. Продавать я не хочу. Вот. Сейчас я уже собираюсь. Вот так выглядит теперь наш коридорчик. Ну вот. Мастер вчера работал. Сегодня обещал прийти, не пришел. Должен был шкурить. Вот. Сегодня мы с вами гуляем допоздна, потому что Дима остался до понедельника у бабушки. Потому что мастер здесь будет шкурить, и будет очень сильная пыль. То есть, вот это вот все он будет шкурить. И там, наверное, еще на кухне тоже. Да. Кстати, здесь пока он еще не пошкурил, можно порисовать. Мы рисовали так в той комнате. С вами помните? Где он был карандаш-то? Вот он, карандаш. Каштеги я, кстати, вот так рисовала. И все. Все равно же он будет шкурить. Он сказал, что можно рисовать. Лучший сын. Сыночек у меня действительно самый-самый-самый лучший. Сегодня, кстати, у нас 14 февраля. Но ролик опять выйдет, наверное, с огромнейшим опозданием, потому что из-за этого ремонта я не успеваю монтировать. Очень тяжело, очень сильно за целый день устаю. Мастер здесь занимается, бегает, работает. Диме надо срочно к нему. Дима не может спокойно находиться. Дима начинает тоже хулиганить, разбрасывает все. И, короче, просто кошмар. Там таком-то и обоев еще нету. Белые стены. Посмотрите, как светло. С белыми стенами. Как классно. Пока еще мебели нету. Так классно. Наверное, когда я буду это монтировать, уже здесь будет стоять мебель. И вы увидите, какие здесь будут обои. Это будет отдельный ролик. И какая мебель. Что мы будем покупать, докупать. Поэтому оставайтесь вместе со мной. Подписывайтесь обязательно. Ставьте лайк. И пишите обязательно комментарии. Какие обои сюда наклеить. И напишите в комментариях, как вы думаете, что буду я ставить сюда. Или оставится у меня эта стенка пустая. Или нет. Или что я поставлю сюда. Здесь получается стеночка побольше немножко. Чем здесь. Выключатель. Тоже, кстати, переехала. Не могу никак привыкнуть. Классно. Так, светло-светло. Вот мы с вами вышли. На улице опять снег, снег, снег. Сегодня 14 февраля. И прям снег, снег, снег. С утра был, остановился опять. Сейчас вышла, у меня дворник озадачил. Говорит, когда снег закончится этот. Ну, так, связано, весело немножко. Я думаю, что он так вот это просто спросить. Потому что мы с ним всегда здороваемся, когда с сыном выходим. То есть я ребенка приучаю, чтобы он здоровался. С соседями, дворниками. Короче, вот это все. Я ему говорю, да, я не знаю, говорю, как закончится в небе снег. Так он вроде закончится у нас здесь. Он, да нет, говорит, а я телефон достала. Смотрела, стояла там. Вот, вот, посмотри, говорит, в своем устройстве, когда снег закончится. Ну, я открываю, говорю, до восьми часов вечера он будет. Вот. Говорит, я чище, чище, говорит, тут чище этот снег, говорит, а он нескончаемый. Знаете, так представила, вот так работа. Чистишь снег, почистил дорожку, да. Возвращаешься, а там опять на мело. Почистил снег, дорожку, возвращаешься, опять на мело. Не очень-таки приятно. И не подождешь же, вообще будут сугробы. Тут вон уже почистили. С утра прошелся, наверное. Ну, кстати, на улице довольно тепло. Ароматно, хотел сказать. Снежок такой. Вот, мы несем с вами книжки. Опять их все пересмотрела, нашла много интересных, но нет, решила отдавать. Фигня все, это надо отдавать. Оставила себе три книги, которые вместе с вами отложила. Не знаю, куда я сегодня пойду, время уже 3 часа дня. Я спала, спала до 12, до час почти. Мама позвонила в час, сказала, что мастер не придет. Вот, хотя вчера вечером мы с ним очень долго спорили, договорились, что он пришел. Ну, придет. А он засраниться не пришел. Такой. В прошлый раз трое суток отдыхал. В воскресенье не вышел. Понедельник не вышел, вторник не вышел. Только в среду уже мама ему позвонила, сказала, чтобы он наорал на него, чтобы он выходил. И три часа он добирался. Помните, я писала влог. Три часа он добирался до нас. На, быстрей. Быстрей, 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 быстрей. Вот, то есть добирался целых три часа до нас. Офигеть. Хотя ему идти тут полчаса всего. Выбираю ехать полчаса. Аптека, кстати, самая дорогая, по-моему. Хотя нет, бывают скидки. И, кстати, анаргин надо купить. Какой-нибудь. Тепло, кстати. Вот я иду с камеры, прям. Мне даже жарко становится. Тут вон на него тоже. Ракурс красивый какой, смотрите. Под елочками. Под елочками красивый какой. Под елочками. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...